послание к евесянам имеет две такие примерно равные по объему части первые три главы павел писал о том великом положении по вере которые мы получили у бога большую надежду на спасение которые бог готовит для церкви на небеса вторые три главы из 4 по 6 он пишет что это положение это во христе новое положение во христе она также изменяет нашу жизнь это большая ответственность чтобы нам жить в соответствии этого призвания как как его церковь как его святая церковь и сегодня четвертая глава конец этой главы павел уже сказал о том что наша жизнь должна быть святая и это как будто бы снять или выкинуть из своей жизни старые грязные одежды тот образ жизни который был одеться совсем новую белоснежную праведную одежду которую дал христос и так жить в ней так стиха 24 25 стиха он приводит несколько примеров иллюстрации что нужно выкинуть какая одежда старая должна быть снята с нас и что новое должно быть на нашей жизни какими мы должны быть стих 25 посему отвергнув ложь говорите истину каждый ближнему своему потому что мы члены друг другу отвергнув ложь отказался от ней полностью говорить только одну правду в те времена это было обычное явление когда люди до друга обманывали сегодня наверное оно не менее обычные как люди живут на моем на мое мнение мне кажется что вот время когда идут выборы предвыборная агитация то это наверное пицца пик лжи на земле в какой стране вы были вот нас были недавно выборы всегда обманывают много но с выборами этого безусловно и это все понимаете кажется что по-другому быть не может надеюсь что кто-то так говорит правду я надеюсь из тех кто идет власть но в целом кого люди выбирают тех кто им предложит лучший обман кто лучшую сказку им придумает что он им сделает и ясно что он им не сделает и он это понимает но выбирает того кто вот нарисует лучшую картинку нереальную картинку что вот а тот кто говорит бы говорил правду то у него тоже мало шансов мало шансов выбрать потому что хотят слышать приятный слух но но жизнь верующего 1 правда только правда здесь прежде всего говорится о том что вообще немысленно говорить ложь в братских отношениях в церковных отношениях это вообще немысленно всегда нужно говорить правду но даже нельзя подумать о том, что может быть какая-то неправда в отношениях между братом и сестрой в церкви, потому что мы члены друг друга, мы один организм, мы один организм, не может быть по-другому, не может сам организм или часть организма себя обманывать, друг против друга что-то скрывать или дурить, просто не может быть, потому что он сам себя будет разрушать. Если бы глаза решили обманывать, идешь по улице, впереди такой бетонный столб, глаза бы обманывали, что вот все нормально, иди дальше, ничего нет, рисовали бы картинку мозгу другую, давали бы ложный сигнал, ну и такой человек бы врезался хорошо головой об столб, чтобы даже из глаз искри полетели, да, то есть не может быть такого. Ну если даже такое произошло, это уже какая-то болезнь, а вот мы теряем, кто вдруг болел коронавирусом или еще переболеет, теряет нюх, это ненормально, когда мы привыкли, что он должен быть, потому что естественно, что мы не можем друг другу обманывать, как не может быть части тела или органы тела, отвечающие за разные функции, друг друга обманывать. И писание, вот библейский пример такой вот яркий, известный, где в церкви пробовали обманывать, это семья Анания и Софира, и насколько это была трагедия для их жизни, и даже для их восприятия. Они пришли просто вроде бы придумали такую вот несрашную ложь, потому что и наказание, тут же смерть. Почему так популярна ложь или обман, или когда она особенно используется, когда человек желает что-то неблаговидное в своей жизни, или прикрыть, чтобы это не заметили, или желает что-то сделать неправильное, или поступает неправильно, а желает, чтобы думали, что он хороший, и начинает якобы ложью закрывать глаза на то, что есть правда. Ну, это, Бог видит ложь, и Бога не обманешь, а даже перед людьми она рано или поздно выйдет. И даже есть такая пословица, ошибку можно простить, ложь никогда. То есть лучше признаться, что ты поступил неправильно, хотя лучше сразу же поступать правильно, но если поступил неправильно, ложь это не выход. Ложь это усугубление греха, это умножение греха. Господь говорит о том, что Христос есть истина, Слово Божие есть истина. Мы вышли из территории неправды, вот дьявола он обманщик, мы вышли из этой территории обмана, лжи, и стали на территории Бога, где только правда и истина. Поэтому отложить, просто выкинуть, христианин не может говорить ложь. Двадцать шестой стих, следующее. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, не давайте место дьяволу. Здесь говорится о гневе, причем сказано о том, что не нужно гневаться. Но если ты загневался, если ты имеешь какое-то гневное чувство на кого-то, то должен побыстрее его оставить, его выгнать из его сердца. Если где-то просто с тобой поступили, возможно, неправильно, или еще что-то, и твоей стороны гнев, то должен поскорее от этого избавиться. Даже дан срок, солнце да не зайдет во гневе вашем. Причем это такой срок? Потому что если ты разневался за 30 минут до захождения солнца, не сказано, что можешь до следующего, то есть тут же, то есть поскорее от этого избавься. Потому что гнев, наша озлобленность на кого-то, злое желание на кого-то, они являются местом или территорией, которой мы предлагаем дьяволу в наше сердце. Потому что он будет использовать эти недовольные, гневные мысли, чтобы раскручивать нас на какие-то дальнейшие желания, на дальнейшие поступки, чтобы этот гнев вылился. А чтобы такого сделать плохого? Поэтому если ты ложишься с гневом, то ты ложишься и даешь это место, чтобы на ночь тебе завоевывал твою жизнь все больше и больше сасана, и на тебя влиял. Поэтому, ну, у христиан хорошая традиция, но она даже не совсем библейская, библейская более строгая, что не ложиться спать в гневе. Но мы ложимся спать уже тогда, когда солнце зашло. Здесь сказано, что даже пусть не зайдет солнце, раньше это сделать. Нужно примириться. Часто в семье, может быть, какие-то недоразумения. Примириться и с миром, со спокойствием, с прощенным сердцем пусть солнце заходит и ложится спать. Есть и случаи записанные, читал из жизни одного служителя, когда он вспоминает свою молодость, когда еще был ребенком. И он вспомнил, как однажды он что-то лег с разожженным сердцем на сестричку свою. И так и не мог уснуть, какие-то кошмары, какое-то явление со стороны было, пока он не встал на колени, этот ребенок не помолился, не попросил у Бога прощения за этот гнев. Бывает и реально так, что даже силы зла вмешиваются в жизнь верующего, если он поступает не по-божьему. Не гневаться, не гневаться. А если даже такое произошло, оставлять его, иметь спокойное сердце, примиренное сердце. Стих 28, это может быть продолжением того, что как дальше не давать территорию дьяволу, кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезными, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Один из примеров, когда этот же брат описывает пресвитер, когда его попросили побеседовать и помолиться над новобращенной сестрой, которые приходили и мучили сильно бесы, буквально терзали ее. Он же принял на крещение, и когда он беседовал, он выяснил, что оказывается, а ему так сказали, что ее жизнь была такая, теперь другая, и сказали, что раньше она делала самогон, теперь все в прошлом, а он решил перепроверить. Спросил, сестра, как там тут самогон вы делаете? Она говорит, делаю, а как же прожить? Как же прожить? Ну, еще что вы ко мне пришли? Если вы делаете, если вы работаете на дьявола, то он имеет право к вам приходить. Ну, это текст с текстом большим. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись. Оказывается, может быть такое, что человек, который был вором, становится верующим. И такое было, наверное, официальным, такое и бывает в нашей жизни, но Бог говорит о том, что жизнь человека должна измениться, полностью измениться. Вот заметьте, на такой степени измениться. Что в конце этого стиха? Он начинает с того, что он раньше людей забирал, воровал, а заканчивается тем, что жить так, чтобы работать честно и раздавать. Полное изменение, полное изменение. Кто крал, вперед не кради. Ну, а мне не хватает, как та сестра сказала, что же делать без... Вынужден эту ковидую делать, потому что как же прожить? А Писание говорит, как прожить. А лучше трудись, делая своими руками полезной. Вот полезная, то, что будет на пользу другому. Слово лучше трудись, слово лучше, это не выбор, что лучше не воровать, а работать. А лучше, значит, больше трудись. То есть более усердно трудись. Делай работу свою еще лучше, еще посвященней, еще больше напрягайся, чтобы ты мог в конце концов заработать так, чтобы ты мог свою семью накормить и поделиться с тем, кто нуждается. А лучше трудись. Слово трудись, это усердно работать, работать до усталости. Кажется, трудись, это уже не мало, работать до усталости, а еще больше трудись, изнемогая, чтобы твой труд, в котором ты делаешь что-то полезное, делая своими руками полезное. Цель не просто заработать денег больше. Писание говорит о большем. Цель, чтобы труд сам производил, или давал какую-то услугу, или сделал какой-то товар, который просит пользу. Если увидеть, открывается кизиной, там хорошая зарплата, то это не лучший труд, хотя там хорошая зарплата. Это не полезное, это греховное. Делая полезное, это то, что я своим трудом, своим усиленным трудом делаю то, в чем люди реально нуждаются, и я отвечаю на их не нужду. И отвечая на их не нужду, я получаю необходимый достаток. И этот необходимый достаток, который я получаю, еще раз, цель больше заработать, смейте, даже, даже не столько больше заработать, а прежде всего, хочешь больше иметь, больше работы, чтобы делать полезное. И тогда ты заработаешь больше, будет какой-то, может быть, излишек. Но этот излишек для чего? Для того, чтобы ты мог поделиться. Вот, вот, это, цель труда, собственно, это вообще цель жизни, просто труд, труд, об этом идет разговор. Цель жизни христианина, это служение. Бог призвал нас жить, жизнь и служение. И причем работа, это большая часть нашей жизни. Это также служение, которое я готов делать, изнемогая, ну, так, чтобы люди, как, побретая мой товар, или мои услуги, получали удовлетворение, это бы отвечало их ненужное. И то, что я его заработал, я бы заработал и смог еще поделиться. Очень редко люди, которые ставят цель стать богатым, имеют цель, чтобы чтобы делиться. Обычно богатый, чтобы я был богат. И это, то есть, Евангелие не запрещает больше зарабатывать. Но вопрос, какую цель? Вот с какой целью. чтобы не только я мог себя обеспечить, обеспечить и свою семью, своих детей, видел тех, кто имеет меньше и мог с ними поделиться. Стих 29, следующее проявление или контраст, что нужно выкинуть, а что нужно иметь. Снова о речи, ну, даже не снова о речи, а о речи, потому что обман, может быть, не только речь, обман можно, молчать и обмануть, да. А здесь конкретную речь, Стих 29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. Какие слова могут исходить? А только доброе, для назидания уверен, дабы оно заставляло благодать слушающим. И снова контраст. Гниль не должна выходить, а должно выходить то, что приносит благодать. Поэтому вот все испорченное, вот как ты не угостил кого-то гнилым яблуком, или даже сам себе не сказал, ну, яйцо протухло, ничего страшного, жалко выкидать, съем его. Сам выкинь, оно не нужно, оно противно, то же самое слова есть, противные, ненужные, неприятные, он говорит, говорили лишь только то, что приносит духовную пользу, назидание и благодать, что приносит благодать. И это очень строгий и очень такой простой критерий. Когда мы поговорили с кем-то, подумать, а что я говорил, я свою речь принес на назидание и дал благодать о Христе говорилось, что люди удивлялись о его речах, потому что его речи, из них исходила благодать в его жизни, в его словах, благодать. И еще одно такое вот рассуждение, насколько это важно, здесь прежде всего оно идет после речи, хотя оно может быть применено и ко всем, тем, что нужно выкинуть. Но прежде всего гречь, после того, что гнилые слова не должны быть, стих 30, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в русском в день искупления, в украинском это здесь более корректно, которым вы запечатлены на день искупления. На день искупления. Главное, давайте все-таки запечатление на день искупления. Что это значит? Уже эфесянам говорилось, что момент нашего верования, момент нашего верования, Павел говорит, вы получили как печать внутри своей жизни, внутри своего духовного человека, на ваше сердце, Духа Святого. Это печать, гарантирующая, что вы Божьи, ему принадлежите, и он в конце концов залог того, что в конце концов вы будете полностью его. Мы будем полностью его, когда наступит его права на наше тело, когда искуплено будет наше тело. Оно будет искуплено тогда, когда или в момент смерти нашей, или после нашей смерти будет воскресенье, или момент прихода Христа, если мы к тому моменту будем живы, его второго прихода Христа, за церковью он нас изменит. Так что мы сразу получим тела бессмертные. Вот, тогда наступает день искупления, когда наши тела будут полностью его, без греха, подобных, как тело Христово. Так вот, Святой Дух дал нам с дня нашего верования запечатление и дал нам до дня искупления. Вот, это как бы запечатление, это начало нашего спасения, а день искупления, это завершение нашего спасения, когда и дух, и душа, и тело будут полностью Божьи. Так вот, на этот момент дан нам Святой Дух, чтобы, сказано, Святой Дух, чтобы помочь нам в этом процессе, чтобы нас в нашу жизнь войти и нас освящать, делать нас святыми, чтобы нас изменять. Он для этого с дня запечатления до дня искупления, чтобы мы под его действием становились святы в жизни. Вот для чего мы его имеем. И вот какая его функция, вот что он делает. И ему очень неприятно, сказано здесь, вот оскорбляет или огорчает его то, что если мы противимся этому действию его в нашем сердце, когда он нас побуждает и вдохновляет и дает нам силу быть святыми, освящаться, мы так не поступаем. Когда он побуждает нас говорить слова к назиданию, а мы говорим слова гнилые, это его оскорбляет, оскорбляет его, огорчает его. Это ему неприятно, и это беда для нас, если мы его огорчаем, мы угощаем то действие, которое он совершает в нас. Значит, мы себя ставим под вопрос в этом пути спасения от начала до конца. Это сказано после речи, но оно касается, что может его огорчить святого духа, любое несвятое поведение, воровство, гнев, ложь, ну и то, что будет идти дальше, он продолжает, стих 31, всякое раздражение, всякое, то есть не имеет значения, как мы бы его объясняли, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобой, да будут удалены от вас. Что нужно удалить? Дальше в конце уже главы будет стих, что нужно иметь? Удалить нужно, все то, что, где мы выказываем свою, или показываем свою злость, свое негодование, это может быть любым путем, даже просто повышение голоса, как крик, как правило, это реакция, когда что-то не помоем, и мы недовольны, мы не согласны, злоречие, это буквально злые слова у кого-то, в его присутствии, часто вне его присутствия, поза спину, любая эта злоба, выраженная вот или яростью, или криком, или даже плохими словами, это нужно выкинуть из сердца, что или когда происходит раздражение, ну как правило, когда нас что-то или кто-то раздражает, и мы же говорим, ничего себе, он же так поступает, как я могу на это так спокойным быть, то есть есть какой-то фактор, который раздражает, и мы себя этим оправдываем, ну смотри, он же сам меня как бы провоцирует, но вот это должно быть удалено, а что должно быть в стихе 33, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас, а как Бог вам, сколько раз мы в своей жизни не таковы перед Богом, даже, даже огорчаем его Святого Духа, но неужели он кричит на нас, или выгоняет нас вон, или угрожает нам, как он сколько раз нас прощает, как только лишь мы скажем, Господи, каюсь, просто просто каюсь, и он уже прощает, он абсолютно святой, невиновный, как Бог нам, как Бог нам, так же вот это всякое, эти негативные эмоции, негативные слова должны быть выкинуты, должны быть заполнены тем, как Бог ведет нас с нами, и как он хочет, чтобы мы вели себя, вот, но будьте друг 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 в 30-х стих, будьте друг друг друг, муж, жене, отец, к ребенку, а прежде всего в церкви, в отношениях, в братских отношениях, но будьте друг 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 добрые, сострадательные, прощайте, то есть как бы снисходите, не судите строго кого-то, себя строго нужно, другим будьте милостивы, прощайте, не надо той злобы, не надо этого крик, вы не имеете права, это огорчает святого духа, почему, потому что вы святой народ, когда я вас призвал, Бог говорит, вы стали моими святыми, и я святой, и святость должна быть у вас, Бог говорит, я помогу, давайте проявлять, где не так, исправляйтесь, кайтесь, но мы взяты в Божьи руки, взяты как Его народ, и это не только то, что мы будем на небесах иметь, это то, какими мы должны быть на земле, быть людьми, которые живут по-особенному, по-божьему, весь мир обманывают друг друга, но не мы, весь мир, если трудится, то только для того, чтобы свои прихоти исполнять, но не мы, мы просто готовы служить, в мире люди чуть-чуть раздражаются, кричат, а мы в терпении прощаем, пусть наша речь будет такая, которая я иду, встречаю кого-то, или на работе, или в колледже, встречающего для чего, чтобы с ним, говоря, дать ему благодать, и пусть нам Бог поможет, поможет, чтобы мы его дети были такими, как он желает, чтобы святой дух, который в нас, делал нас святыми, это было заметно, это было видно, это особенный народ, это его церковь, аминь, давайте помолимся, также послание к Ефесянам, в следующую главу, где Павел снова использует слово, которое здесь, наверное, как бы ключевое, показывает, как меняется тема в этой, второй части этой книги, ключевое слово «живите» или «поступайте», поступайте не так, как вы поступали в прошлой жизни, поступайте свято, пятая глава, первый стих, и так, подражайте Богу, как чадо возлюбленные и живите в любви, он будет говорить о любви, о настоящей любви, которая должна быть у нас, это также любовь, которая нас будет освящать, так, еще раз первый стих, и так, это как вывод того, что было сказано раньше, мы должны стать похожими на Бога, и так, подражайте Богу, уподобляйтесь Богу, уподобляйтесь Богу, будьте похожими на Него, почему, потому что, вот как чадо возлюбленные, как дети возлюбленные, ну, то есть вы стали его детьми, для детей это нормально, быть похожими на родителей, это нормально, если мы видим, что кто-то из детей похож на родителей, это нормально, это естественно, так должно быть, так вот, Если мы его дети, Божья природа в нас, Святой Дух в нас, это нормально, что мы будем похожими на него. Это должно быть. Это подтверждает наша принадлежность его семью, что мы его. И здесь сказано прежде всего о любви. Мы должны понимать, насколько он нас любит. Сначала мы должны понимать, насколько он нас любит, а потом мы должны, понимая, как он нас любит, ему подражать. Стать похожими на него, как же любить других. Стих 2. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и передал себя за нас в приношении и жертву Богу в благоухрание приятное. Как Христос возлюбил нас. Насколько мы это понимаем? Он так возлюбил нас, это даже измерение Божьей любви для нас. Это, что он, Бог, святой и праведный, сходит с небес и отдает себя. Вот предал, отдал себя. Отдал себя за тех, кто ему был противен, за грешников. За тех, кто ему мерзок, потому что они во грехах. За тех, кто должны быть наказаны. И он вот так возлюбил их, что принял наше наказание на себя. Он принял наше наказание. Придал себя в приношении жертвы. Это сказано о его смерти. Он это сделал ради Бога, любя нас. Отдал свою жизнь, чтобы мы не были посланы с праведливым Божьим судом на вечную погибель. Он так возлюбил нас. И это его жизнь, жизнь Христа, это его любовь, это его жертва, она оказалась в благоухании приятной. То есть, эту жертву, которую он принес за нас, из любви к нам, но в то же время она была то, что Богу приятно. То, что Богу понравилось, потому что и Отец имел такие мысли, и Отец имел такие желания, спасти нас, он любит нас. Когда сын это делает, это Богу приятно, это то, что правильно, это для него наслаждение, когда сын пошел на страдание, но из любви к нам. Вот любовь, любовь это жертва. Любовь изменяется, насколько мы готовы жертвовать собой, насколько мы готовы отдавать себя и собой, и свое. И вот наше подражание Богу, это когда мы любим такую вот любовь. Господи, ты таков к нам, и ты такой по характеру, и мы, смотря на него, поступаем как он. Это делать что-то в ущерб себе, но на благо того, кого мы любим. Это любовь. Это то, что Бог называет любовью. И причем, видно, что этот отрывочек как заключение к тому, что было сказано в предыдущем стихе. А предыдущий стих был, где сказано было, что мы друг друга прощали, как Бог во христе простил нас. Любовь, любовь, она прощает. Она не негодует, она не разражается. Она вот добра, сострадательна. Вот так Бог нам. Почему? Потому что она любит. И вот, давайте Богу подражать. Давайте быть на Него похожим. Серьезный вопрос. Для меня, Бог ставит, для нас. Стал ли я похож на Бога? Здесь говорится о Его любви. Стал ли я похож на Бога в Его любви? Как Его возлюбленный дятя, научился ли я, смотря на Его любовь, ощущая Его любовь, любить так же? Стал ли я похож на Бога? Стою ли я на Него похожим? Наверное, для объективности было бы хорошо, чтобы это даже не мы сами себе отвечали, а кто-то другой. Те, кто нас знают. Члены моей семьи, братья и сестры. А может быть, даже люди посторонние. Видят ли они в нас, что эти люди, они просто непонятно друг друга любят. Вообще, они особенные, потому что они готовы жертвовать собой, своим. Подражайте Богу. И следующие стихи, наверное, говорится в контраст того, что такое ненастоящая любовь. Что такое вот любовь, но не Божья. Это и не любовь, это то, что дьявол называет любовью, это то, что мир называет любовью. Стих 3. А блуд и всякая нищащая чистота и любовь к стяжанию, это жадность, не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Любовь, настоящая любовь, Божья любовь, она отдаёт. Здесь сказано о проявлении, когда человек в своей страсти, в своих греховных страстях использует кого-то или что-то, чтобы для своих прихотей. Он не отдаёт, а он пользуется кем-то даже ему во зло. Но такие поступки даже не должны упоминаться, что где-то какой-то верующий так поступил. Даже не должно быть такое, как бы в повестке дня, что такое не может быть. Не может быть. А блуд, будто это половая связь вне семьи, не между мужем и женой. Не может быть даже такое упоминание, что где-то кто-то такое сделал, и он член церкви. Не может быть. Всякая нечистота. То есть это всё то, что постыдно, низко, связано с этими греховными страстями. Как, наверное, сильно оно сейчас завоёвывает, особенно молодые сердца. Да и всех. Седина, голова, бес в ребро. Всех. Всякая нечистота. Это любые разватные какие-то материалы, которые могут быть где угодно. Один клик кнопки мышки или где-то по экрану, и оно перед тобой. Но оно не может быть передо мной, если я Божий. Если я это делаю, Господь говорит, это грех, это покаяние должно быть. Должно быть выкинуто из моей жизни. Не должно даже именоваться у вас. Любовь стяжания, это любовь к наживе, к рыстью. Предположенность тому труду, который Бог завоёв или призывает нас, чтобы мы имели. Желание во всём иметь корость, кажется, ну, если блуд, это как-то даже в мире не совсем иногда оправданно. Хотя это делают, и мир от этого полон. Но любовь стяжания, это люди этим даже хвалятся, если он что-то настижал. Хвалятся? Смотри, как я разбогател. Но если цель это, это против Бога. Вот, может быть, как пример, насколько это против Бога, жизнь Иуд. Жизнь Иуд. Какая была у него проблема? Он любил деньги. И это вылилось из-за того, что он, так любя деньги, даже продаёт Христа, чтобы что-то на нём заработать. И конец этого стиха, как прилично святым. То есть есть то, что к лицу святым. Мы святые, если мы веровали во Христа, мы святые, и мы будем полностью святыми на небесах. Но мы в процессе освящения. И есть то, что к нам к лицу. Вот эти поступки не к лицу. Это просто стыдно сочетать их с лицом христианина, с лицом верующего. Как прилично святым. К стих 4, снова там есть о том, что прилично. С стих 4. Так же сквернословие, пустословие и семихотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Многое перечислено сначала, но неприлично. А что прилично? Что прилично святым? Что только сидеть надутыми лицами, что прилично? А прилично быть благодарным Богу. То, что Светочка сегодня читала в собрании, это прилично. Благодарила Богу за то, что Бог дает. Вот вот что прилично. Прилично говорить о том, насколько Бог добр ко мне. И это ценить своей жизнью, и об этом размышлять, разговаривать. Чтобы быть радостным и довольным. А эта радость, о которой мы здесь сказали, это не Божья радость. Когда какими-то греховными путями, унижением кого-то, оскорблением кого-то, люди делают себе такое вот веселое настроение, унижая кого-то. Сквернословие, пустословие, смехотворство. И, наверное, большинство из того, что мир производит какие-то телепрограммы, якобы, чтобы людей рассмешить, и люди были веселые, это категория. Это смехотворство, и это сквернословие. Пустословие, это просто глупые, ненужные речи, которые ничего доброго не учат. Стих пятый. Показано, почему это так важно. Быть такими, как к лицу верующими. Стих пятый. Ибо знайте, что никакой, очень серьезные слова, никакой, нельзя подумать, ну, вот я буду исключением, мне это пройдет. Никакой блудник или нечистый, любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никакой человек, который продолжает это делать, он не имеет наследия, он не Божий наследник, он не будет в Божьем Царстве. Почему? Потому что здесь даже сказано, что этот образ поведения – это идолослужитель. человек, который это делает, он не Богу служит, он Богу не служит. Он служит идолом, он служит дьяволу, потому что Бог это запрещает делать. Богу это мерзко, Бог этого гнушается. Если мы Богу служим, то мы это делать не будем. Мы не будем делать блуд, нечистоту, не будем служить только наживе, мы это не будем делать. Если я это делаю, то это мой идол, я Ему служу. И я не имею ничего общего к Богу, и не имею права даже думать о Божьем Царстве. Оно не мое. И стих 6. Никто, да не обольщает вас пустыми словами. Никто пусть не скажет, а ничего страшного, это только тут нанятает обстановку, пройдет. Не пройдет. Никто, да не обольщает вас всеми словами, пустыми словами. Ибо за это, вот за такие вещи, неприличные святые вещи, ибо за это приходит гнев Божий на сцену противления, на сцену непослушания Богу. Ты будешь жить жизнью Богу, не подчиняясь, непослушания Ему. Это будет гнев. Бог гневается. Его гнев – это наказание, это страшное наказание. Да, мы живем во времена, когда Бог в долгодерепении Своем сдерживает гнев, но гнев есть. На эти поступки есть гнев. Когда Божий народ, вот они только вышли из Египта, кажется, Господи, но они еще не знают, как только жить. Бог дал им в Западе, живите так. Они их нарушают. Пошли в блуд. Толпами, тысячами пошли в блуд, когда их моавитянки и язычницы соблазнили. И возвелился гнев Божий. Бог говорит, нужно всех карать. И как карать? Бог заповедает Моисея всех, кто пошел туда, нужно убивать. Убивать. И в один день было убито, как суд Божий, 24 тысячи мужчин, евреев, которые сделали блуд. Или как Содом и Гоморра. Одним днем просто были уничтожены, потому что там эта мерзость была. То есть Бога гнев на это. И если он не вылился сейчас, то просто потому что Бог терпит, но у Бога этот гнев есть. И он в полной мере вылится, делающий вот такую вечность. Это будет озеро Огина, это будет быть постоянным объектом Божьего гнева. Стих 7, заканчивая этот раздел, и так, и так, не будьте сообщниками их. Соучастниками или сопричастниками. Не будьте сообщниками их. Люди, которые так живут, так мир живет. Мир, который отвернулся от Бога, и который ждет гнев Божий, он так живет. Но вы не будьте сообщниками. Вот сообщник это, ну, даже языком преступления. Есть человек, который сделал больше зло, а есть его сообщник, ну, где-то ему помогал. Или был с ним заодно. Но тоже он преступник, если он сообщник. Если люди это делают, а мы на это смотрим, и нам это нравится, эти греховные их поведения, то мы сообщники. Не будьте сообщниками их. Слово также сообщник, или сопричастник, в этой же книге, Павел писал, в главе 3, где он говорил о том, что вы стали сопричастниками его обетования, сопричастниками к той святости, которую он привел. Вы были далекие, но церковь, это чудо Божье. Он вас, далеких язычников, сделал сопричастниками его, святости его народа, его обетований, в ваши небеса. Вот, ставшей церковью, вы стали людьми, которые соединились, присоединились, стали сообщниками его святости и его благословений. И вы не можете быть сообщниками греха и мерзости болота. Не можете быть. У вас большая привилегия, большая ценность. Но нельзя быть там и там. Церковь, даже само название церковь, мы называем собрание. Это хороший перевод слова церковь. Более правильный перевод, не дает значение. Церковь, это как собрание. Тех, кого Бог собрал или тех, кого Бог вызвал или выклинул из мира, собрал их к себе. Они были в мире, были как этот мир погибающий, но Бог их собрал к себе, сделал своими, особенными. Церковь, это его собрание. Мы остаемся в мире, жить в этом мире, но мы особенные, мы собранные вокруг Него и должна быть особенная жизнь, как прилично святым. Вы святые, вы будете на Него небесах, но имейте какое-то приличие, соответствуйте этому. Видите, как к чему вы призваны? К небесному, к святому, к Божьему. И пусть Господь, который нас, нас недостойных, сделал или сообщниками, или сопричастниками Его обетования, поможет нам, поможет нам в жизни быть людьми, которые на Его территории, живут по Его закону. Быть людьми, которые понимают это положение, которое Он поставил, и имеем это чувство прилинчия, быть такими, как Он нас задумал быть, чтобы все то, что в этом мире Богу не угодно, оно было от нас удалено из сердца, из желаний, из мыслей, чтобы Бог освобождал от этого, из поступков, чтобы мы были людьми, которые похожи на своего Отца, своего небесного Отца. И пусть Господь, Дух Свой, который живет в нас, нам в этом поможет и благословит для Его славы. И нам до спасения. Пусть это будет. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok,